Четыре команды, три дня и очень горячий лёд. В Самаре разыграли кубок детской хоккейной школы ЦСКА ВВС. Турнир проводится в регионе впервые, но теперь станет традиционным. Спортсменам нет и десяти, но их стремлению к победе вполне могут позавидовать профессионалы. Татьяна Пудова убедилась. Первыми на лёд выходят Олейцинская Лада и Самарский ЦСКА ВВС. Играть в полную силу здесь значит ломать клюшки и врезаться на полной скорости в бортик. Страсти на льду порой похлеще, чем у взрослых спортсменов. Эмоции у юных хоккеистов бьют через край. Счёт открывает игрок команды из Самары. Мне помог забить Рената Иврагимов с наших летами. Турнир на кубок ЦСКА ВВС проходит в регионе впервые. Задача приоритетная – развитие хоккея, в первую очередь детского. Благодаря поддержке региональных властей юношеская хоккейная школа переживает второе рождение. Более десяти предприятий Самарской области откликнулись для сотрудничества. В итоге собрали для школы годовой бюджет в 50 миллионов рублей. Буквально вчера с губернатором переговорил, мы приняли решение, что в этом году попытаемся выставить нашу молодёжную хоккейную команду в МХЛ-2. И сейчас будет вестись работа по организации этого хоккейной команды для участия в российском турнире. То, что сейчас этот турнир проходит впервые здесь, это говорит о том, что мы стали делать очень нужные и важные дела. Во-первых, это наша площадка, во-вторых, это дети, а в-третьих, это мы показываем, что мы встали на ноги, мы уверенно идём вперёд. В финал вышли самарцы и тольяттинцы, а сильнейшей командой стала «Лада», обыгравшая ЦСКА ВВС со счётом 5-2. Победители получили кубки и медали. В планах организаторов сделать турнир традиционным, что пойдёт на пользу для подготовки юных хоккейных талантов. Сегодня лучшие молодые игроки ЦСКА ВВС выступают в юношеской хоккейной лиге. А со следующего сезона здесь будет играть и молодёжная команда. Её лучшие игроки смогут рассчитывать на контракт уже с профессиональными клубами Самарской области, ЦСКА ВВС и «Ладой». Татьяна Пудов, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.